До поздней ночи в Канавинском суде решали вопрос заключать под стражу полицейских, обвиняемых в пытках или нет. Напомню, несколько дней назад трое сотрудников Нижегородского отдела по борьбе с наркотиками отправились в СИЗО за избиение задержанного. И вот новое схожее дело. Некий Леонид Мурский, отсидев за изготовление и распространение наркотиков, выйдя на свободу, обвинил сотрудников, которые его задержали в 2015 году, в пытках. Уголовное дело было возбуждено и трех этих сотрудников доставили в суд для избрания им меры пресечения. Пока полицейские были в наручниках, их коллеги и родственники вели полемику с недавно освободившимся Леонидом Мурским. Он из-под суда убежал. Почему его в федеральный розыск объявили? Потому что он из-под суда убежал. И его стали разыскивать. Что не так, молодой человек? Если вы хотите взять интервью, то лучше взять интервью и спросить у меня, как у представителя. Потерпевший пока не желает, чтобы его снимали. В свою очередь могу ответить очень просто. Это неправильно выводить в заблуждение сейчас представителей средств массовой информации. Потерпевший обратился к врачам сразу незамедлительно после того, как он вышел из отдела полиции. Почему он не пришел избитый в телестанцию Сент-НН и не показал себя? В первую очередь он обратился в травматологический шинк. Дальше. Это правильно? Тридцать девятую больницу. Это правильно? В травматологический шинк он обратился, это правильно? Это логично? К какому он в данный момент? Его избили. А правда, что он был в федеральном розыске? Данная информация мне стала известна позже непосредственно от фигурантов данного уголовного дела в ходе очной ставки. А в каком причине он был в федеральном розыске? Мне неизвестно. Такое впечатление у нас, кто идет, расхватают, допрашивают, бьют, а потом сажают. Такого не бывает. Как раз вы не знаете немножко фактуры и упускаете очень маловажный момент, то есть последовательность, как это все было на самом деле. Я рассказал всю последовательность. Почему упустили, что он сразу же обратился к врачам? Я вам повторяю, почему... А он не сразу обратился к врачам. Что если бы человек избили, так как вы говорите, он бы к ним прибежал и на телекамеру бы стоял бы избитый. Вот это было бы... А не то, что он проходит, он не говорит сейчас в ухо, что он знает там какого-то у него розыск, я его в глаза даже не знаю. Это вот вопрос к вам насчет того, что давление... Слух потерпевшего в 2015 году он был доставлен в отдел улицы Григорьева, отдел полиции. Его избивали донами Фьюронте, Лебедев, Рулев, Атамашко, требуя дать признательные показания по делу, по которому он подозревался по изготовлению и сбитию наркосодержащих средств. Явка с повинной, которая была выбита из него в отделе полиции, была, соответственно, выбита дальними сотрудниками под пытками. Вино он не признал. Сейчас не признал. Он был вынужден под пытками написать явку с повинной. В мою сторону были угрозы с 2015 года. Этот данный человек меня избивал в здании Григорьева-4. Поэтому прошу избавить меня в посещении в виде ареста. Доводы следствия считаю голословными, а также хочу сказать о том, что гражданин Мурский меня оговаривает по данному факту. И это происходит из-за того, что он был привлечен к уголовной задержанной, привлечен к уголовной ответственности. Мы выполняли свою роль, свои служебные обязанности, занимались выявлением лиц, а вы нас сейчас пытаетесь представить в председании. До этого выносилось шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Все они были признаны незаконными. Сейчас уголовное дело возбуждено. Мы ориентируемся на то, что есть телесные повреждения, объяснение возникновения у которых нет иного, кроме как незаконные действия сотрудников полиции. Мы склонны верить Мурскому, нашему доверителю, который говорит, что эти повреждения были получены в результате незаконных действий. Суд считает, что необходимо определить место исполнения, место в течение в виде домашнего ареста, место в жительство легкого. Освободить лиц по стражам в зале суда медленно, нестив его под домашний арест. Вот это и есть правильное судебное решение, так как они не являются никакими злошными, общественно опасными гражданами, гражданами, они являются добростными сотрудниками полиции. На самом деле никаких пыток не было. Человека доставили, он изъявил желание добровольно показать, рассказать. На основании его показаний, которые он нам дал, мы изъяли лабораторию по изготовлению наркотических средств. Мы не знали нахождение, местонахождение, то он нам ее привез, показал. Баки мы оттуда изъяли с раствором химическим, с помощью которого изготавливается амфетамин. У него в организме, насколько я понимаю, в моче, нашли каннабис, марихуана, остаточные явления какие-то. То есть он употреблял наркотическое вещество. Он же сам в своих показаниях изобличил всех своих соучастников, совершение преступления, их там трое было, и все троих осудили, он получил наименьший срок. Я не знаю, в чем его обида за это. Он, по большому счету, на самом деле, меньше всех, кто получил. Те остальные до сих пор сидят. А этот вот по выходу из зоны решил отомстить подобным образом. Почти каждый из преступников, которых мы сажаем, обращается потом с заявлением во всевозможные инстанции о том, что мы их права нарушили, били и так далее. Просто сейчас вот вылилось это почему-то в уголовное дело. Отсутствие обоснований вообще у следствия, отсутствие доказательств, за исключением показаний одного потерпевшего в отношении каждого из нас. Я был в отделе, я не видел у него каких-то телесных повреждений, явных, и он ничего не высказывал, какие-то пожелания относительно того, что ему требуется медицинская помощь. На моей практике были такие чудики, которые бились головой об стены и об сейфы. То есть я вообще не исключаю возможности, что они могли образоваться после того, как он дал признательные показания в отношении своих же, так скажем, соратников, подельников. Кстати, двое других полицейских также по решению суда были отпущены под домашний арест.